Здравствуйте! Наше задание – найти произведение 4 умножить на минус 5 умножить на минус 7,5. То есть нам нужно перемножить эти три числа. Одно из них положительное, а остальные два – отрицательное. Можно выполнять умножение в любой последовательности, но давайте сделаем это слева направо. Сначала умножим 4 на минус 5, а потом число, которое получится в произведении, мы умножим на минус 7,5. Перепишу наше выражение вот сюда. 4 умножить на минус 5 умножить на минус 7,5. Эту точку, то есть знак умножения, ставить необязательно, поскольку здесь скобки. Итак, понятно, что 4 надо умножить на минус 5. Первое, на что нужно обратить внимание, так это на то, что мы умножаем положительное число на отрицательное. Если бы мы умножали положительное число на положительное, то в результате мы бы получили положительное число. А вот когда положительное число умножается на отрицательное или, наоборот, отрицательное на положительное, то есть когда перемножаются числа с разными знаками, то в произведении получится число отрицательное. А вот когда знаки одинаковы, то есть перемножается два числа положительных либо два числа отрицательных, то произведение будет положительным. Давайте перемножим эти два числа. Итак, 4 умножить на минус 5. 4 умножить на 5 – это 20. А мы умножаем положительное число на отрицательное. Значит, в результате мы должны получить отрицательное число. Поэтому произведение этих двух чисел равно минус 20. И теперь минус 20 мы умножаем на минус 7,5. Давайте разберемся, чему это равно. Я умножу 7,5 на 20 в столбик. 7,5 умножить на 20. 0 умножить на 5 – это 0. 0 умножить на 7 – это 0. Сюда пишем 0, потому что в действительности мы умножаем не на 2, а на 20. 2 умножить на 5 – это 10. 0 пишем, 1 запоминаем. 2 умножить на 7 – это 14, плюс 1 равно 15. Получаем 0, 0, 5 и 1. Посчитаем количество цифр, которые находятся справа от десятичной запятой. Только одна цифра в двух числах стоит после запятой. Значит, в произведении отделяем запятой одну цифру. И наш ответ 150. А теперь подумаем, это значение будет положительным или отрицательным. Мы умножаем отрицательное число на отрицательное. Умножаем два числа с одинаковыми знаками. Значит, в произведении должно быть число положительное. Таким образом, наш окончательный ответ будет 150. А если мы хотим записать ответ с точностью до десятых, то здесь нужно поставить запятую и после нее дописать 0. На этом все. До скорых встреч! До свидания! 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 До свидания!